Привет, красотки! Знаю, что многие из вас дико скучают по формату косметичка месяца, поэтому сегодня мы благополучно его возвращаем на канал. Если пожелаете, в будущем постараемся заглядывать в заветный ящичек каждый месяц. Если вы этого хотите, обязательно напишите в комментариях. Итак, косметичка октября. Осень это в первую очередь более яркий и контрастный макияж для меня лично. Машем ручкой воздушным невесомым летним образом и налегаем на темные оттенки. И да, без моей новой неистовой любви я себе не представляю октябрь. Палетка от Makeup Revolution по имени Make Magic. Меня радует... просто неимоверно. Я вам уже говорила в видео фаворитов, что я не думала, что какая-либо палетка Makeup Revolution вызовет у меня столько восторга, но это произошло. Вторая палетка от Essence, и носила я ее не так часто, но оттенок Love Struck просто обожаю. Я как-то совершенно случайно нанесла его на века, то есть я сделала моно-макияж с этим оттенком и была в диком восторге. Он смотрелся очень законченно, то есть весь макияж выглядел так, как будто я старалась, как будто я делала этот макияж достаточно долго. А по сути это просто один оттенок. Sleek 3 AM. Посмотрите на нее и попробуйте сказать, что это не осень во платье. Шикарная вещь, определенно входит в топ-3 моих самых любимых, самых лучших, по моему мнению, палеток Sleek. Прошу прощения за эту палетку-лимитку в косметичке, но я не могу утаивать от вас тот факт, что оттенки из этой конкретной палетки Essence идеально работают как хайлайтер во внутреннем уголке глаза. Это сияющая вещица. Вы видели в фаворитах сентября, и он не сдаёт позиций. Очень уж мне нравится его изысканное, лёгкое, такое влажное сияние. Ещё одна удачная вещь из той же самой коллекции – это бронзер с мягкой текстурой и универсальным оттенком. Моя повседневная пудра от Essence, которая благополучно заменила закончившуюся недавно сияющую любимицу от Physicians Formula, Useful Wear, называлась та пудра. Три тональных основы, которые я уже, наверное, третий месяц подряд смешиваю между собой для того, чтобы получить идеальный оттенок. Я делаю саму формулу получившейся смеси более влажной, добавляя туда тональную основу Essence Insta Perfect. Консилер от Makeup Revolution тоже был в фаворитах. Хорошая пигментация, отличная стойкость, и хватит его явно надолго. О, ещё одна пудра. Её только начинаю активно юзать, но ничего плохого явно сказать не могу. Решила вспомнить про старушечку Mary Lou от The Balm. Кто ещё помнит то время, когда все блогеры с копом просто воспевали этот хайлайтер? Я на это купилась и приобрела нашу Машу. Девчонка она неплохая. И везде к месту. Но я постоянно забываю о том, что она вообще существует. Про то, что она вообще есть в моей коллекции. Ещё один консилер. Этого явно не так много, как консилера Makeup Revolution. Но эффект на лице он даёт примерно точно такой же. До формулы вообще в целом очень похожи. Две туши. Обе от белорусского бренда Belor Design. И обе мне очень нравятся. Всё те же любимые карандаши для бровей, гель для бровей, карандаши для губ и глаз. И сияющая подводка Dazzle Liner от Catrice. Если хотите сводчить их богатств, загляните в плейлист Косметичка Месяца. И там вы определённо это всё найдёте. Мы не раз уже эти вещи сводчили в других видео Косметички Месяца. Подводка для Smoky Eyes от Catrice. Вещь хорошая. И даже моя мама её оценила. Что вообще удивительно. Потому что моя мама не любитель косметики априори. Я ей подарила второй более тёмный оттенок. А себе оставила вот этот холодный серовато-коричневый. Или коричнево-серый, как хотите. Суть от этого не меняется. Старушечка гелевая подводка Elf. Хоть и подсыхает, но всё равно рисует стрелку просто идеально. Мой обожаемый летний бронзер Melanion Golden. До сих пор в косметичке, потому что нам не осталось чуток загара, и я всё ещё могу позволить себе этот оттенок. Но если вы белоснежка, он для вас определённо будет слишком тёмным. Жидкий мегастойкий консилер для гламурных образов от Catrice. Бессменная база под тени от Essence. Новый румяна от Belor Design. Для тех, кто хочет шелковистых ягод на своих скулах. Румяна Coral от Sleek. Для тёплой кожи это оптимальный вариант в любое время года. И ещё один товарищ из фаворитов сентября. Ей-богу, не могу заставить себя дать этому хайлайтеру хоть чуток отдохнуть и полежать в ящике. Ношу через день как минимум. Цветные подводки Belor Design. В октябре хочу каждую из них заюзать хотя бы в парочке образов. Они хоть и цветные, но довольно сдержанные. То есть они такие пыльноватые. И для осени это самое то. И переходим к губам. Да, детка. Естественно, не обошлось без моих самых любимых жидких матовых помад Catrice Generation Matte Liquid Lipstick. Удержала себя от того, чтобы всю линейку включить в эту косметичку. И добавила только два оттенка. Эти два я реже всего выгуливала. Именно по этой причине они здесь. Это такой лилово-розовый холодный оттенок. Mouth to the Rhythm. И серовато-фиолетовый под номером 100. Кто-то осенью пьет фарпучино, а я его ношу на губах. Шикарный матовый коричневый из линейки Джордена. Лимитка от Pupa. Это идеальная сочная вампирская помада, которую нужно срочно долюбить, потому что она слишком долго томилась во тьме помадного ящика. Еще одна забытая лимитированная красотка от Catrice. Catrice – изысканный, сдержанный, женственный, ягодный оттенок. Обожаю его носить, вбивая пальчиком в губы. И нанесенный таким образом, этот оттенок выглядит как тинт. О да! Самый сочный, вкусный, насыщенный, пигментированный темный оттенок от Catrice. Называется он Red Seed Black. Если бы меня пригласили на бал в замке графа Дракулы, то именно эту помаду я бы выбрала. Никс Трикери. Как же долго я за ней гонялась, и как преступно редко я ее ношу. Это срочно нужно исправить. Никс Мизон. В переводе с французского это, по-моему, дом. Эту вещь я раньше носила постоянно, и сейчас не ношу фактически никогда. Опять же, по той причине, что у меня огромная коллекция помад, и я тупо забываю об этой помаде. А она, девчонки, очень универсальная. Для осени это просто идеально, потому что сочетается, в принципе, с любым макияжем. Голубоватый блеск из линейки Hollow Wall от Essence. Его персикового собрата я уже почти добила до конца, и этот тоже надо бы выгуливать чаще. Он уникален, прекрасен и отдушка. Черт возьми, идеальная клубника из моего детства. Дети 90-х явно поймут. О, об этой вещи я забыла на год минимум. А зря. Очень сочный, влажный, универсальный ньют от Maybelline. Пыльный фиолетовый от Seventeen под номером 12. Куплен, кстати, по вашим рекомендациям, красотки. И это полный восторг. И завершаю отстроенный помадный ряд. Три красотки из новой любимой линейки матовых помад Catrice. Линейка эта называется Demi Matte. Мы с вами все эти помады свочили в отдельном видео. Если вы это видео не видели, загляните в инфобокс, там я вам оставлю ссылку. С трудом сдержалась и выбрала всего лишь три оттенка. Холодный розовый для вампира под номером 100. Универсальный розоватый ньют под номером 0.90. И теплый коричневый оттенок с осенним настроением под номером 0.40. И это все, что скрывается в косметичке этого месяца. С удовольствием почитаю в комментариях о том, чем вы собираете себя порадовать в октябре. Вы тоже собираете косметичку месяца, либо вы каждый день делаете макияж, основываясь на том, как вы себя чувствуете, что вас вдохновляет и что попадается под руку в данный конкретный момент. Спасибо огромное за просмотр, всем отличного настроения, улыбайтесь чаще и до скорых встреч. Пока!